Так замечательно, как я сейчас говорю, то, собственно говоря, в чём проблема? Делали бы так, и всё было бы прекрасно. Но, во-первых, определить сами свои виды процессов системы, это не такая оказалась и простая задача. Это просто только, так скажем, на бумаге. И, естественно, таким образом разделить вот так чётко, чтобы вышестоящий уровень вызывал только нижестоящий уровень. И всё это так вот шло сверху вниз. Это всё хорошо, но если есть циклические зависимости, то такого и не будет. Итак, кстати говоря, я вот не говорил, то, может быть, потом вы увидите. Наверку, вот если название слайда повторяется, то я ставлю дальше цифру. Там два или третий слайд. Поэтому, когда вы увидите, что у нас есть микроэдро 3, это вовсе не версия микроэдра 3.0. И так, по уровню подхода ошибка. Если у нас появляются циклические зависимости, да? А за примером, на самом деле, далеко ходить не надо. Возьмём драйвер диска. Драйвер устройства диска может ожидать операции завершения ввода-вылка. Ну, вполне логичная ему жизнь. Это значит, что ему нужно обратиться к планировщику центрального процессора. А это значит осуществить вот такой вот вызов верхнего слоя. А драйвер дискового устройства у нас внизу. Поэтому вот этот ввод создаёт и циклическую зависимость. Ну, а, соответственно, центральный процессор, в свою очередь, может вызвать драйвер устройства диска для того, чтобы выгрузить процесс на диск или подгрузить его обратно. И опять выходит, что они друг друга используют. И вот эта вот прекрасная архитектурная модель, о которой я говорю, она уже не работает в данном случае. И чем больше таких уровней, тем, соответственно, больше возникает подобных ситуаций. Поэтому, что дальше у нас произошло в эволюции? Решили отойти от строгой половины его модели и вернуться к небольшому числу слоёв, которые имеют существенную функциональность реализов. В дальнейшем этапе развития придумали микроэнергенов. Вот этот термин был очень популярен сравнительно недавно, а именно сейчас он. Посмотрим, что же за ним такое удивительное скрыло. Опять-таки, все названия, они на самом деле сами себя объясняют. Значит, микроэнергенов. Ядро, которое содержит только самые необходимые функции. Значит, основная идея. Нам нужно минимизировать само ядро, а весь вот этот вот функционал, который только можно вынести в режим пользователя, он выносится. То есть это, получается, как обычные программы, приклады наши выполняются в виде процесса. Также выполняются и, скажем так, модули вот этого микроэнергена. Поэтому, как вариант, допустим, драйвер, устроить пользовательскими процессами файловые системы, им же не нужно обязательно находиться в режиме экрана. Значит, их можно вынести. Даже менеджер виртуальной памяти и тот вполне может быть вынесен в режим пользователя. Ну, уже не говорят про всякие оконные системы, графического интерфейса пользователя и безопасность. Наиболее известным таким примером ядра такого является ядро МАА, которое действительно все вот это вот реализовало и оно все работало. На основе него сделано, там вообще было целый ряд операционных систем сделано, если бы я не буду прочитать. Но самыми известными являются в некотором роде ядро компании Apple, это Mac OS X, и достаточно известная группа. Извините, пожалуйста, а разве у Mac'а не приблизительно ядро? Хороший вопрос. Перелистил несколько слайдов, и там я про это расскажу. Я поэтому так специально немножко с оговоркой сказал. В некотором роде? Да. Они сделали такую интересную комбинацию в своем стиле, и поэтому они умудрились взять все самое лучшее и оттуда, и оттуда. Но я на этом сейчас потом остановлюсь. Ну вот, а с Хурдом ситуация такая, что он как бы есть, но его как бы нет. Дальше. Дальше. Собственно говоря, структура микро-никра. Вот все то, что я говорил, все пользовательские процессы, которые реализуют функции нейбра, они, будем их называть, скажем так, серверными процессами. То есть, почему? Потому что они, ну как слово и все, соответственно, обрабатывают, обслуживают запросы с вами. У операционной системы и обслуживают программы. Соответственно, обмен с ними информацией осуществляется не путем системных признаков, а путем обмена сообщениями. То есть, понятие механизма обмена сообщений, оно ключевое микро-ядро. И понятие клиент-сервированной архитектуры. То есть, вообще говоря, микро-ядро представляет клиент-сервированную архитектуру на одном компьютере. Ну, а сам механизм обмена сообщений, ну, это вот та небольшая часть, которая должна быть в микро-ядре, и она, значит, ну, она проверяет корректность этих сообщений, она, ну, непосредственно осуществляет передачу между компонентами и проверяет разрешён для обмена между этими двух компонентами. Такой типичный набор, минимально необходимый. Какие нам это даёт преимущества? То есть, что это вообще такое? Чем это, скажем так, круче того, монолитного архитектуры? Ну, во-первых, это унифицированный интерфейс. То есть, процессы могут обмениться между собой сообщениями, и нет никакой разницы, процесс ли это в режиме пользователя, или это какая-то штука в ядре. То есть, для вызывающего нет никакой разницы. То есть, он отправляется в соответствующие сообщения с запросом на что-либо, и оно обрабатывается. Где оно обрабатывается? Оно вообще физически могло обрабатываться где-то на удалённой машине, это вообще совершенно неважно. Но вот в данном случае это просто всё на одно и так далее. Значит, соответственно, другое преимущество – это расширяемость. Можно вот этот вот набор пользовательских процессов расширять. То есть, нужно нам добавить какую-то новую функциональность в процессовой системы. Мы пишем новый сервер, запускаем его, всё. Мы даже не должны трогать остальные части операционной системы. Поставили этот процесс, запустили его, всё – сервис переставляет. Переносимость на новой архитектуры, мартированность так называемая. Вот сейчас, в свете развития процессоров на архитектуре ARM, ну и всяких остальных архитектур, это обретает особую значимость. То есть, X8-26 у нас перестаёт быть, как он, уголовенствующая, доминарной платформой. У нас уже столько устройств на ARM, даже этих планшетах и всего прочего. Поэтому, а перенести классическую монолитную операционную систему – это значит переписать значительную часть кода. Достаточно большое, так как там всё завязывало на железо. В данном случае микроидран. Оно достаточно сильно ужато, и для этого можно переписать только те части микроидран, которые работают с аппаратурой. Но все остальные пользовательские процессы, они вообще не знают о том, что там происходит на нижнем уровне. Поэтому вот это является большим плюсом с этой точки зрения. Ну и, наконец, самое важное, о чём уже спрашивали, это надёжность и безопасность. Есть ли какой-либо сервер этой операционной системы, вот этот пользовательский процесс, в результате его выполнения получается какой-то огромный сборь, то перед запуском одного лишь этого процесса можно решить проблему. То есть не нужно перезагружать всю операционную систему, не нужно, скажем так, всю очистительную машину полностью переинициализировать. Только та часть, где произошла ошибка, заменилась, дальше пошёл. То есть это гораздо более высокая устойчивость сбора. Вот это вот и определяет, тут был сделан целый ряд промышленных операционных систем по этой архитектуре. Потому что это один из самых важных бонусов, которые получаются в этой архитектуре. Далее. Ну а недостатки какие? То есть как бы ничто не даётся просто так. То есть всегда за всё можно платить. Если тут стоящаясь к сбою, значит, есть то, чем это обеспечивается. В данном случае это большие расходы на взаимодействие с системным сервисом. То есть вот этот механизм передачи сообщений требует очень частого переключения контекста. То есть это переключение из режима ядра в режим пользователя и обратно. То есть вот эти переключения съедают значительную часть вычислительной мощности процессора. Ну и то, что вот тот весь набор системных сервисов, на котором я говорю, работающих в режиме пользователя, это ж тоже пользовательские процессы. А их, значит, можно планировать, диспетчеризация и всё прочее. А это также отнимает обеспечислительное влияние. Поэтому люди, занимающиеся исследованиями должности, подумали-подумали и решили. А надо было то, что мы опять только что так успешно вынесли в режим пользователя, вообще-то неплохо было бы часть интегрировать обратно, для того чтобы получить больше производительности и убрать вот эти вот переключения. Ну и решение номер два, оно такое маргинальное, оно говорит о том, что давайте вынесем вообще ещё, вообще не только, ещё и ещё, оставив вегетаре настолько минимум по работе с железом, что там остается только очень-очень малая часть. Это коммерчески успешных операционных систем с этим подходом ещё не реализовано, и сравнительно много. Но называется он нано-эпикоядра. То есть здесь вот новомодное слово нанотехнологии можно применить и к нано-ядрам. Что становится себе интересным. Поэтому... Какая минимально необходимая функциональность в микроэнергии? То есть мы не говорим про нано-эпикоядр, пока что. Это низкоуровневое управление памятью, то есть это отображение страницно-физической памяти. И, соответственно, все остальные механизмы предоставляются уже в режиме пользователя. Это защита оборудования, механизм вмещения страниц, управление индустальной памяти и всё прочее. А вот межпроцессные взаимодействия и механизмы вывода и оборудования прерывания находятся в микроигре. Что у нас со временем? Сколько у нас заканчивается? 12-32. Хорошо, спасибо. Итак, тогда мы как раз успеем всё рассмотреть. Итак, модули ядра. Ну, я бы не сказал, что это дальнейшее развитие. Скажем так, это параллельное развитие в области с микроигром. Многие операционные системы реализуют поддержку модульности. Ну, как и такой самый классический, самый известный пример, это операционная система Windows. То есть там каждый ключевой компонент, это отдельный модуль, взаимодействует через вполне определенный интерфейс и даже может загружаться по требованию. Хотя это было сделано сравнительно недавно, и только сравнительно недавно это важно, чтобы все деньги используются. Вот именно поэтому я спрашивал, кто компилировал ядро Linux, потому что в процессе компиляции можно вот это ядро самостоятельно выбирать, какие модули в него войдут, какие не войдут, какие нужны, какие не нужны. И таким образом компоновать вот такое своё ядро, соответственно, по своим требованиям. Это позволяет и получать вот такие преимущества, как я уже говорил раньше, допустим. Если человек хочет, он может компилировать ядро Linux с другим планировщиком, и он может его скомпилировать без тех модулей, которые ему вообще не нужны. Допустим, если это серверный вариант, то там, допустим, те модули, которые отвечают за ввод-вывод звука, допустим, можно не компилировать, и ещё там целый набор модулей придумать, которые не нужны в таком виде варианте, будут только занимать память. Ну, на самом деле, это всё не так просто, так как есть механизм динамической загрузки, и у него это вроде делать не нужно, вот эту дворитную рефигурацию. Но важно вот понимать весь этот механизм гибкости, который привносит модули утра. Ну, по сути, свои модули — это нечто среднее между по-уровневым подходом на слой и микроэлектронами. То есть, ну, как я уже сказал, это удобно для разработки. То есть каждый может разрабатывать свой модуль, тестировать его, включать, подключать, заменять на другой, без необходимости изменять остальные части системы. Все модули находятся в режиме игра, поэтому меньше затраты на взаимодействие между собой, не нужно переключаться между режимами, как в микроэлектроне. Ну, и это некоторый компромисс, который говорят, за всё надо платить, поэтому если в микроэлектроне мы платим за устойчивость к сбою производительности, то в данном случае мы позволяем вот это всё сбалансировать. — А если упадёт, то упадёт всё с ними в системе. — Да, опять-таки, ну вот никуда не деться, поэтому многие за это линуксы притикуют и говорят, что надо было делать упорное микроядро, но здесь вот следует здраво понимать все плюсы и минусы технологии. Это вот как в некотором роде можно сказать, что нет универсального языка программирования. Язык программирования должен соответствовать решаемой задачи. Так ведь здесь, если у нас задача высокую устойчивость к сбою, то и операционная система должна быть соответствующей. А если у нас задачи такие вот достаточно нормальные, даже нормального разряда, то даже линукс с ними на вполне недолго справляется. Если мы посмотрим долю серверов, работающих по направлению линукса, а также высокопроизводителя кластера, то тут можно сказать, что каким-то образом всё-таки этот компромисс найден. Но на самом деле тот компромисс, который найден в процессор-системах класса Windows IT, он даже ещё более интересен, так как там введено и понятие и послойности, и модульности, и микроядра, но всё как бы сведено с точки зрения производительности. В ядре сосредоточены ключевые компоненты, а то, что мы будем вынести без потери производительности, оно вынесло в режим пользы. Поэтому, если кто обычно классифицирует ядра, там, монолитное микроядро, то линукс классифицирует как монолитное ядро, а вот Windows NT классифицирует как гибридное ядро. То есть классифицировать его как микроядро нельзя, потому что это не классическое микроядро. Но вот гибридный подход, да, он реализован. Извините, пожалуйста, а можно вопрос? А если Linux, ну, с этой точки зрения ненадёжен, как всё-таки на нём тогда нормально работают там сервера, которые круглый год, ну, обязаны работать 365 дней в году? А такие у крупных компаний есть в Яндекс? Ну, во-первых, это реализуется на более высоком уровне. То есть, вот работает машина с Linux, да, обслуживает. Ну, какую-либо функциональность, представьте. У Яндекса стоит, допустим, тысячи таких машин. Произошёл сбой в одной машине, ну, подумаешь, 999 остальных осталось, и они работают. То есть, в принципе, городить поддержку устойчивости к сбоям на одной операционной системе для них это уже неважно, у них тысячи этих машин стоят. Вот как это решает. Но, если это какой-то критически важный компонент, где одна вычислительная машина управляет каким-либо очень важным процессом. Почему-то люди очень любят, например, ядерным реактором, но не одним ядерным реактором управляют вычислительным. Но, тем не менее, там, где нужна действительно устойчивость к сбоям, вот там уже применяется действительно микроэтон. Есть такая операционная система, которая была до сих пор QNX. Вот она достаточно интересная, если её посмотреть, то очень здорово, очень компактно реализует идею микроэдрового подхода, но она операционная система реального времени. У неё несколько другие задачи. Отвечаю на вопрос про Mac OS X. Там применён некоторый симбиоз ядра Mac и BSD. Они как бы там неким магическим образом сосуществуют. И поэтому DITROMAC управляет памятью механизмом удалённого вызова процедуры PC, обменом сообщений. А из BSD взято всё, так сказать, лучшее, что там есть. Это и сетевой стенд, и интерфейс-таманной строки, файловая система, то самое POSIX API, потоки. То есть всё то, что там уже было годами отлаживано, то, что работает идеально, оно было взято для цели совместимости и сократить разработку. Поэтому действительно Mac OS – это гибридный подход. Оно комбинирует одно с другим. И, как мы видим, достаточно коммерческого успешка это делает. Что касается архитектуры операционных систем, то пока это, скажем так, необходимо минимум информации, о которой я вам хотел рассказать. Дальше будет небольшой экспресс. Другую тему. Но вот что касается архитектуры, есть какие-то остались вопросы, что-то ещё? Да. Вот такие критерии. Монолит – монолит. Значит, монолит – не монолит. Критерий такой простой. Я могу сказать критерий – монолит или микроядро. Потому что критерий между монолитом и по-уровневым подходом, он очень такой же нечёткий. То есть сколько нужно уровня для того, чтобы признать ядро в новый уровень? Два, три. Потому что в любом монолитном подходе всё равно есть как минимум несколько уровней. А вот что касается микроядра, там можно вполне чётко определить. Если есть механизм обмен сообщением, и он является ключевым для организации взаимодействия компонентов ядра в моду, то это микроядро. То есть его части выполняются… Оно сделано по клиенту серверной архитектуры, и его части выполняются в режиме пользователя. То есть окей – это микроядро. Если у нас есть разбиение на уровне, есть разбиение на модуле, но большей частью все компоненты выполняются в режиме ядра, то это всё-таки уже как минимум гибридное ядро, а как максимум этот тот же монолит просто хорошо расструктурировал. А вот была дискуссия знаменитая Таненбаума-Алекторова. Да, была. Ну, конечно, я со своим глубокой теоретическим подходом соглашусь с господином Таненбаумом. А предмет дискуссии был что? Предмет дискуссии был очень простой, как любят говорить один у меня знакомый человек. Всё очень просто. Лена Сторова решил сделать то самое ядро. По простому, тем самым подходом, который был историческим у нас. Взять и написать. Структурировать как-нибудь, но не особо заморачиваясь о высоких материях. То есть делаем так, чтобы оно работало. Когда он это выпустил, Эндрю Таненбаум сказал, что это мы используем от сталых подходов, которые были ещё в каких-то там годах. Почему нам не использовать новые наработки? А тогда только шли исследования по поводу микроидрата, что я сейчас сказал. Он говорит, ну вот же сколько преимуществ. И то, что есть сбои. И всё-всё-всё-всё есть. Надо же использовать вот это. Зачем нам сейчас вызвать от любого электроэволюции? Ну, на что, видимо, Линус Торвальдс подумал, что критикует непосредственно его работу. Ну и выступил средство заявления, что какая разница, я вот тут делаю и не стоит со мной спорить. Поэтому каждый из них по-своему прав. Я всегда так же люблю заявлять, что ядро Линукса, вот если в нём покопаться внутри, в исходном коде, то, конечно, впечатление не очень хорошее. Там есть много архитектурных неправильных решений. Там до некоторых пор были вообще такие вещи, как Big, Kernel Lock и всё прочее. То есть можно посмотреть в плане механизма синхронизации, всё было достаточно примитивно. И если бы эта примитивность была только, скажем так, скрыта где-то внутри, и ей совершенно было бы не важно. Есть она как-то, но важно, что она работает. Но дело в том, что вот это всё начало уже как бы вмешаться для того, чтобы работать. Во-первых, это неэффективность. То есть вычислительные ресурсы тратятся на неэффективную расходность. То есть они тратятся на внутреннюю работу операционной системы, вместо того, чтобы их предоставляли пользоваться этим процессом, чтобы они быстро всё это работали. Это как бы раз. Второе. То, что вот все драйвера и всё прочее, то есть с каждым выходом новой версии Linux, все драйвера приходилось заново либо как минимум перекомпинировать, пересобирать, либо, соответственно, исправлять в соответствии с тем изменениями, которые произошли в ядре. И это тоже будет не уравнивать. Ну и с точки зрения портируемости, Linux ещё тогда, когда была вот эта эпичная дискуссия, он тогда заявил, да вряд ли когда Linux будет работать на чём-то кроме 36 процесса и архитектуры совместимы. А сейчас Linux портировали на такое количество аппаратов и платформ, что практически другой операционной системе даже и не снилось. То есть он работает буквально на всём. Ну, здесь играет свою роль тот достаточно уникальный подход к разработке операционных систем, которым он воспользовался. То есть вот эта разработка сообществом, открытый исходный код и всё с этим связано. То есть вот это сыграло свою роль. Несмотря на то, что Таненбаум, в принципе, был прав о том, что надо было лучшим образом структурировать это ядро, лучшим образом подходить к проектированию, сделать его там лучше, ребята, десятым. Но всегда должен быть компромисс между теорией и практикой. Потому что если мы погонимся за теорией, то мы будем теоретизировать сколько угодно долго, но не получим от практически работающего программного продукта. А если вот мы пойдём слишком в практику, то столкнёмся с тем, с чем столкнулся Linux сейчас. То есть сам его разработчик Linux тоже заявляет, что ядро Linux стало настолько большим, что поддерживать его уже сейчас трудно. И ему достаточно неясны перспективы ядра Linux в ближайшем будущем. Так как оно только становится больше, больше и больше, растёт объём исходного года, структурированность никакой не появляется, несмотря на то, что она разбита на модуль. И всё вот это вот приносит свои проблемы. Пожалуйста. Извините, а то есть вы действительно считаете, что ядро Windows NT, что в нём может разобраться один человек, что там действительно меньше корявых решений? Вы действительно так считаете? Нет. Я, конечно, понимаю, что вы его больше любите, но объективно. Нет, нет, нет. Я не рассказал другому. То, что никому не показывают код Windows, то, что он закрыт, и не говорит о том, что там решений корявых меньше. Значит, наоборот глубокая вероятность того, что я ответил. Значит, пример простой. Несмотря на то, что исходные коды Windows официально не предоставляют, за исключением, скажем так, случаев для обучения, но опять-таки они предоставляют только урезанный комплект, в котором многие модули ядра представлены в виде двенарных. Как OSX они также открываются? Да, да, да. Ну, в OSX там часть игра всё-таки такая значительная открыта, а в данном случае она не открыта, она представляется под академической лицензией для того, чтобы просто в него посмотреть. То есть посмотреть, скомпилировать какие-то свои изменения, попробовать, как оно работает. Больше с этим ничего делать нельзя. То есть это даже регламентируется то количество строчек, которые можно, скажем так, передать другому человеку и сказать, вот как оно работает. Но, значит, по поводу ядра Windows и прочего, разобраться одному человеку. Вот здесь я почему-то засмеялся, даже не имея исходного кода, несколько человек всё-таки о себе разобраться, я среди них, да? То эта задача не посильная. То есть здесь не можно обладать каким-то выдающимися способностями или иметь какую-либо влублённую в чём-то подготовку, да? Вот мы во второй части конца детально рассмотрим ядро Windows NT и вот именно почему оно с этой точки зрения, скажем даже так, в некоторых местах гениально спроектировано. Вот именно то, что им удалось достичь компромисс между теорией и практикой, но в то же время структурировать её вот так, что его может понять всё ядро один человек. Ну, я не говорю о каких-то детальных алгоритмах или прочих, но структурно даже можно понять, вот смотря на вот эту вот красивую картинку, да? Вот. Есть много там различных менеджеров и всего прочего, но вот когда мы его коснёмся, вот это всё, то, что на его основе можно предоставлять любую пользовательскую подсистему, включая даже совместимость на уровне ТОСИКСа, УЭСК пополам и всё прочее, то, что здесь присутствует в некотором виде даже микроядро, слой абстракции от аппарата и всё прочее, вот в этом плане оно действительно очень хорошо справляется. Но вот переносимость, как я понимаю, тут напрочь пострадала, и она не может работать нигде по улицам. Нет, я же расскажу. Переносимость пострадала от маркетологов компании Microsoft, которые вот взяли вот эту вот гениальнейшую разработку, которую осуществил там Дэвид Каттер и прочие люди 90-х годами, вырезал из неё некоторые части, и вот эту вот обрезанную часть начало продавать. Как операционную систему в ЛСНТ, затем перевинялась она в 2000, затем в XP, затем в семёрку, затем в восьмёрку. Всё вот это вот в обрезанном виде, как оно шло с того времени, так до сих пор и есть. Хорошая идея, она работает плохо. Вот, именно. А вот подходя к тому, чем лично я занимаюсь, почему нас так вдохновляет? Потому что мы можем всё то, что им, так условно говоря, отдел маркетинга запретил делать, в том числе переносимость на другие архитектуры. Ведь она же была когда-то первоначально. NT-версия 4.0 работала на порядка пяти различных платформах аппаратов. А потом некоторым магическим образом она стала работать только на X86 и потом на IMD64. Мы же, в свою очередь, можем делать так, как мы захотим, соответственно, так, как можно увидеть. Извините, а что у вас стоит на ноутбуке? Конечно же Windows 7. Не патриотично, я бы так сказал. Да нет, ну почему? Должно использовать то, что делает свою работу лучше. Сейчас с этим добавляется Windows 7 стоящее здесь. Реактор когда-нибудь станет юзобиднее? Думаю, что уже скоро на этом ноутбуке он будет стоять, тогда я уже порадую другим. Так вот, сейчас... У нас в 30 минут заканчивается. В 30, да. А, ну тогда мы как раз на следующей паре чуть-чуть виртуализации затратим, мы перейдём к правилам аппаратов. Продолжение следует... Приятного аппаратов. ПОКАНСКАЯ СТОЛЬНЫЙ ВОДУЛИТ МИЧЕСКАЯ СЛОГАНДА КАРЭТОМОН Посыл. На данном месте каждый день вылезает и работает сахаром … Субтитры сделал DimaTorzok